МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии Максим Лукьянов. Коротко о главном. С 1 июля казахстанцев ждет ряд серьезных изменений, начиная от изменения базовой пенсии и ввода электронных паспортов для автомобилей. Татьяна Калюжина с подробностями. Выставка раритетных музыкальных инструментов и концертная программа в Кустанае впервые празднует Национальный день Домбрым. Подробнее о празднике расскажет Ярослава Бокатюрова. Веломобили, батуты, даже фото с обезьянкой. Это лишь малая часть развлечений, которые ждут горожан в сети-центре. О том, как полезно, интересно и весело провести время, расскажет Андрей Деменок. С 1 июля в Казахстане вступили в силу ряд новшеств. Самое долгожданное со стороны населения это новое начисление пенсии, новые пособия от государства. Помимо этого, в стране подорожали сигареты и впервые введены электронные паспорта для автомобилей. Небольшой видеодайжест июльских новшеств нам представит Татьяна Калюжная. Сразу несколько новшеств ожидает казахстанцев с начала второго летнего месяца. К примеру, с 1 июля произведен перерасчет базовой пенсии. Считается, что новая методика назначения базовой пенсии не только улучшит материальное положение пенсионеров, но и усилит трудовую мотивацию казахстанцев. Чем дольше человек работает, тем большую пенсию получает. Еще, согласно поправкам, внесенным в постановление правительства, минимальные розничные цены на пачку сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы повысились. Теперь с 1 июля до 31 декабря 2018 пачка будет стоить от 360 тенге. С 1 июля вводятся также новые государственные пособия для лиц, которые осуществляют уход за совершеннолетними инвалидами первой группы с детства. Также в Казахстане с 1 июля начинается постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств. Электронный паспорт создает максимально полную историю жизни автомобиля. Помимо этого, с 1 июля ведомства вводят электронные визы. Прибывающие в Казахстан иностранцы не должны будут физически обращаться в консульство казахстанского МИД. Теперь им достаточно будет подать заявку через электронный портал миграционной службы Казахстана. Также для иностранцев с 1 июля сокращены сроки подачи приглашений на въезд в республику. Подавать приглашение нужно не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в Казахстан. В приглашении казахстанская сторона должна указывать адрес места жительства иностранцев в Казахстане и маршрут передвижения. Теперь к другим темам. В Казахстане запустили онлайн-регистрацию автомобилей. Это значит, что при покупке-продаже автомобиля не придется собирать пакет документов и сидеть в очереди в спецсоне. Достаточно иметь электронную цифровую подпись. Подробнее о пилотном проекте расскажут мои коллеги. Вот здесь выбираем автотранспорт ваш, нажимаем кнопку «Далее». Здесь выходят все данные вашего госномер, модель, год выпуска и тому подобное. Все данные вашего транспортного средства. Владислав Комуров рассказывает посетителю спецсона о новом виде госуслуги. У казахстанцев появилась возможность перерегистрировать авто в онлайн-режиме. Теперь при наличии электронно-цифровой подписи на портале электронного правительства граждане могут переоформить автомобиль без посещения спецсона или регистрационно-экзаменационного подразделения МВД. При подаче заявки через портал не требуется сканирование никаких документов. Все необходимые сведения подтягиваются из информационных систем. «Если есть какие-то налоговые задолженности, штрафы и непройденный техосмотр, это все нужно будет устранить. Также можно будет оплатить сразу карточкой онлайн это все. Далее формируется заявка и уходит на покупателя. Покупатель также под электронным ключом заходит в ЕГОВ, в портал, в личном кабинете смотрит заявку. Если все его устраивает, он оплачивает также онлайн через карточку за постановку. Это госномер и технический паспорт». Как заверяют в спеццоне, заявку оформляют и рассматривают в течение часа. При этом можно выбрать самому, получить новые документы и госномера в цоне или воспользоваться услугой доставки на дом. Соответствующая вкладка услуги также есть на портале электронного правительства. «Курьер приедет, заберет старые документы у продавца и привезет новые покупателя уже на адрес, который он укажет далее. Ежели нет, вы указываете адрес спеццона нашего Карбышева 12, то есть приезжаете сюда со старыми документами, то есть техпаспорт и номера сдаёте и взамен покупатель получает уже новые документы. Это касается только тех машин, кто уже стоит на учёте. Первичная регистрация также осуществляется через спеццоны или ОРДВД». Напомним, что с мая этого года МВД отменила сверку при перерегистрации авто. Теперь при снятии с учёта или вторичной постановки авто на учёт больше не нужно проходить сверку номеров на агрегатах. Сверка сохранилась только для машин, регистрируемых впервые. Кроме того, теперь при замене водительского удостоверения до истечения срока действия больше не нужно проходить медосмотр, а также предъявлять справку от психиатра и нарколога. А при наличии ЦП заменить водительское удостоверение можно онлайн через портал электронного правительства. Монорбек Касколов, Ярослава Богатырёва, РТН. Тепловики вернут потребителям около 20 миллионов тенге за отопление. Деньги вернут тем горожанам, которые не имеют приборов учёта тепла. Всё дело в фактической температуре воздуха за окном. Оказалось, что в этом отопительном сезоне она была выше той, что заложена в тариф. На перерасчёте настояли в антимонопольном ведомстве. Согласно расчётам антимонопольщиков, каждому из своих потребителей, не имеющих приворов учёта тепла, КТЭК вернёт примерно по 10 тысяч тенге. Придётся раскошелиться по той же причине и нескольким другим коммунальным предприятиям региона. Среди них лицаков с Горкоммунэнерго, ССГПО и Аркалыгская ТЭК. Всего жителям области вернут деньги за тепло 16 субъектов естественных монополий. В Аркалыгском регионе есть место, которое официальными данными и историческими документами не подтверждено, но весьма оберегаемо местными жителями. Это пещера Кейки-Абатыра. Небольшое углубление в скале, в которой, по легенде, прятался Батырь, когда уходил от преследователей. Добраться туда довольно сложно, нужно передвигаться по каменному обрыву. Но нашу съёмочную группу это не остановило. Татьяна Калюжина расскажет об этом сакральном месте. На стыке двух областей Карагандинской и Кустанайской в Аркалыгской степи находится уникальное место. Правда, о нём мало кто знает. Больших экскурсий сюда не водят. Добраться тяжело, но тем не менее увидеть пещеру, где прятался Кейки-Батыр, во время установления советской власти нам удалось. Чтобы добраться до пещеры Кейки-Батыра, нужно спуститься вниз по каменному обрыву, высота которого примерно 90 метров. Дороги здесь нет никакой, поэтому передвигаться нужно очень аккуратно. Склон слишком крутой, внизу уже река. Причём, когда спускаешься, пещеру просто так не увидишь. Можно даже пройти мимо, если не приглядишься и не увидишь, что часть стены всё же выложена человеком. Вот мы подошли к пещере Кейки-Батыра, где в своё время, когда был в бегах, Кейки-Батыр прятался здесь. Оно у берегов реки Каратургай в шести километрах от посёлка Щенбер, среди гор. Сейчас люди взялись за это и ухаживают за ним. Это священное место, которое осталось после известного человека. Чтобы сохранить это место, приходим сюда, показываем детям, проводим экскурсии. Это всё организовывается тут. Внутри пещера небольшая. Вниз трудом может поместиться опять человек. Кейки-Батыр был другом Амгельда Иманова, но революцию не признал. Как и отмечает наш сопровождающий, Кейки-Батыр прятался в этой пещере, когда уходил в Улытау от солдат Красной Армии после 1919 года. Для человека, который укрывается и ищет убежище, наверное, это идеальное место. Если здесь посмотреть, сюда ведь невозможно подобраться как незамеченным. Конечно, я готов поверить, что он здесь мог годами действительно уходить, прятаться от преследователей. И сюда при том оружии, которое тогда существовало, вряд ли человека можно было здесь достать. Тем более, учитывая, что он был непревзойдённым снеппелем. Конечно, точных письменных данных, что именно эта пещера стала на время пристанищем для Кейки-Батыра, нет. Однако, местные жители верят и оберегают это место как исторически важное. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжина, РТН, Аркалык. Сейчас реклама, после которой о Дне Домбры и врачах из Санкт-Петербурга.